Друзья, давайте так. Я вам сейчас зачитаю кое-что про Золотую Орду, а вы мне параллельно где-нибудь на бумажке набросайте то же самое про Москву. Потому что если вы считаете себя великими, значит вы что-то дали миру. Правильно? Вот я читаю. Высокая исламская культура начала распространяться в Орде со времен принятия ислама ханом Берке и стала доминирующей при хане Узбеке. Динамично развивалась научная жизнь. Вы пишете научная жизнь, динамично развивалась при ком. Дальше. Из соседних исламских стран прибывали множество известных ученых, преподавателей. Становились известными, собственно, золотоордынские научные деятели. То же самое пишем. Опять же, про какой век? Мы же говорим, наверное, про 18-й, а я говорю про какой-то там 13-й, 14-й. Чуете разницу? Вы в 13-м, 14-м были никем. А кто был кем? На кого вы равнялись? Правильно, на Золотую Орду. Так отмечает Ибн Араб-Шах столица Орды, город Старый Сарай стал рудником науки и сосредоточением благодати. В каком году, ну-ка скажите мне, в каком году Московия была рудником науки? Вот этот вопрос вы должны ответить. Год или, не знаю, век. В Золотой Орде после принятия ислама в качестве государственной религии получает распространение медресии, образовательные учреждения, в которых преподавалась богословие, математика, медицина и другие науки. Но это вообще не про Московию. Вообще не про Московию. Известно о медресе в крымском Солхате, построенном во времена хана Узбека. Ну, друзья, вы понимаете, то, что я прочитала, Московия даже рядом не стояла. Редактор субтитров А.Семкин